Сочетание крымско-атарской и украинской культуры. Выставка «Символы бескрайней степи» открылась в музее Ивана Гончара. Там представлены предметы три польской керамики из частной коллекции, а также картины современных художников. Выставка продлится до 25 июня. Символом этой событии мы выбрали трипильскую Мадонну. Эта фигура абсолютно уникальна. Это 3900 лет до нашей эры. То есть больше 5000 лет назад продавний скульптор смог в реализме оттворить любовь женщины к своей дитине. Вы видите надзвичайно креативно представлены архаичные экспонаты, которые вы ни где не увидите в таком антураже. Я хочу благодарить художникам, которые приняли участие в этом проекте, потому что их работы, они надзвичайно символично выкарбовывают эту идею, и они абсолютно не случайно потрапили в этот проект. Если говорить про проект, эта концепция – это показать взаимовлияние украинской и крымско-катарской культуры. Показать, как народы с разными воспоминаниями, разных языковых групп, но которые проживали постоянно на одной и той же территории, которые контактировали с собой. Иногда это были военные столкновения, большей частью это было мирное отношение, это была торговля. Как мы повлияли друг на друга? Разновидности этого направления импрессионизма – это был пуантализм, то есть точками. Вот эти точки потом соединяются, образуются уже в нечто целое. Если сблизи подойти, мы видим просто отдельно взятые мазки. Если на расстояние отойдем, они сливаются, и уже мы видим эту форму. Это большая картина, которой горы имеют образы, людские образы. И когда присматриваешься, видишь, насколько они разные. Некоторые между собой разговаривают, некоторые как бы обращены в какую-то вечность. Каждая земля, она настолько своеобразна и удивительна. И она формирует под себя человека. Эта выставка, ну, очень познавательная, но в большей степени она очень эмоциональная. Продолжение следует...